Мы ищем точки соприкосновения Продолжение следует... В Гальском районе нет никаких забастовок. Об этом корреспонденту «Спутник» заявил глава администрации Гальского района Тимур Надарая 12 января. Он сказал, что нет никаких митингов, и он лично побывал на границе. Там все спокойно, и Гальское телевидение также туда выехало, чтобы снять ситуацию на КПП. Такой комментарий он сделал в связи с информацией, распространившейся в СМИ в эти дни, о том, что на КПП Ингуре происходит волнение, протестуют люди, и протестуют они передвижение микроавтобусов по Ингурскому мосту. То, что в Зугдиде происходят протесты и забастовки, это проблема грузинской стороны. На Абхазской стороне все спокойно, никаких протестов нет, отметил Надарая. И то, что там водители транспортных средств возмущаются из-за микроавтобусов, которые бесплатно курсируют по мосту на границе, это нас не касается, заявил он изданию. По сообщению Абхазии Информ, 19 января состоялась консультация оппозиционных политических партий, общественных организаций и движений де-факто Республики Абхазии. В них приняли участие руководители политических партий Амсахара, фонды социально-экономических и политических исследований, АПР, общественных организаций, Киара-За и другие организации. Принято решение создать секретариат оппозиционных и общественно-политических сил Абхазии для координации деятельности. Консультации будут продолжены до 10 января, было сказано в заявлении, сделанном для издания. АПСН-пресс сообщала о том, что российская военная база Южного военного округа в Абхазии перевооружена на 85%. И, как отмечается в сообщении, подразделения российской военной базы ЮВО получили более 100 единиц новой и модернизированной техники. Это современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, российская база получила новейшие системы радиоэлектронной борьбы и комплекса разведки. 12 января в администрации президента де-факто Абхазии состоялось совещание по оказанию содействия, подготовке и выборам президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории де-факто Абхазии. Об этом сообщал АпсН-пресс. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии, пишет издание, Семен Григорьев сообщил, что в 2018 году принято решение увеличить количество избирательных участков на территории Абхазии с 9 до 16, по той причине, что в Сухоми проживает самое большое количество избирателей и граждан Российской Федерации. Абхазия-Информ сообщала о назначениях. Энергизма назначена директором инвестиционного агентства и в настоящее время занимает должность начальника департамента управления президента де-факто Абхазии по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ. Еще одна новость, о которой сообщали абхазские СМИ. Гражданин Боснии-Герцеговины, которого разыскивал Интерпол, задержан на российско-абхазской границе, ему грозит выдворение из страны и ограничение въезда в Россию в ближайшие 5 лет. Абсны Лаев сообщала об этом. По сообщению пресс-службы по грану управления ФСБ России по Краснодарскому краю, 57-летний иностранец находился в международном розыске за правонарушения в области миграционного законодательства. Выслушайте передачу «Точки соприкосновения» и рубрику «Обзор медиа». Переместимся теперь на грузинское медиапростанство. Радио Атинати сообщала, что в результате ДТП на трассе Хобби-Зугдиди в Западной Грузии погиб сотрудник военной полиции. ДТП произошло на дороге Хобби-Зугдиди в Западной Грузии. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб полицейский. В машине в момент аварии находились 5 сотрудников военной полиции. Один из них получил серьезные травмы, был доставлен в клинику. По словам очевидцев, машина военной полиции врезалась в опору линии электропередач. Причины случившегося устанавливает следствие. Издание Live Press сообщало о том, что водители частных микроавтобусов и такси, которые курсируют от центра Хобби-Зугдиди до села Рухи в административной границе Абхазии, также владельцы Тилек, которые занимаются извозом пассажиров через Ингурский мост, продолжают бастовать до 30 владельцев различных транспортных средств, а протестовывали назначение новых микроавтобусов. Речь идет о транспорте, который 4 месяца назад начал следовать по маршруту так называемый Гальский автовокзал, расположенный у рынка, и так называемый Абхазский пост. Позиции обастущих не разделяют владельцы новых микроавтобусов, заявляют, что они должны заботиться об улучшении сервиса протеста. Водители транспортных средств также не разделяют пассажиры. Жители Гали заявляют, что новая транспортная линия оказалась для них более комфортной и экономной. Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой против России по делу убийства гражданина Грузии Гигио Тхозориа. Севил Джорджия сообщала об этом. Амьюк, которая подала жалобу от имени членов семьи Тхозориа, указывает на нарушение статьи 2 Европейской конвенции, статьи 13 в отношении заявителей со стороны Российской Федерации. Гражданин Грузии Гигио Тхозориа был убит 19 мая 2016 года на территории контролируемой Тбилиси возле пропускного пункта Хурчана-Бакеви. В Тбилисском государственном университете имени Ивана Джавахишвили будет учреждена стипендия имени доктора исторических наук Марики Лордки-Панидзе. Ньюс Джорджия описывает об этом. И об этом было заявлено на панихиде Марики Лордки-Панидзе ректором Тбилисского государственного университета Георгием Шервашидзе. Он отметил, что стипендию Лордки-Панидзе получат отличившиеся студенты факультета истории также в знак памяти в университете откроется и аудитория имени Марики Лордки-Панидзе и будут учреждены ежегодные научные симпозиумы. Доктор исторических наук Марика Лордки-Панидзе ушла из жизни 8 января в возрасте 96 лет. Письма соболезнования опубликовали президент Грузии и премьер-министр Грузии. Выдающийся историк внесла значительный вклад в изучение средневековой истории Грузии. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Передача «Точки соприкосновения» подошла к концу. Вы слушали обзор медиа «Самые актуальные новости» абхазского и грузинского медиапространства минувшей недели. Напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatenati.g А сегодняшний обзор вам представила я, Майя Пипя. Всего доброго. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио Атенат. В понедельник, среду и пятницу. 16.16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова